Эту историю рассказал знакомый который привез мне кота. Кота отдавал его старый друг, причем кот жил у этого друга давно, но по каким-то причинам друг больше не мог его у себя держать. Поэтому животное требовалось куда-то пристроить. У меня в тот момент как раз были и желания и возможность взять кошака. Так что в результате кот, уже довольно пожилой, но все еще сильный и гордый красавец, переехал ко мне. А знакомый, задумчивый и растерянный рассказал историю. Он сидел на кухне, вертел в руках пузатую чашку с остывающим чаем, гладил сидевшего на столе кота и пытался выговориться. Говорил он будто на сбивчиво, фантазировал, вспоминал какие-то не относящиеся к делу эпизоды, повторялся и запинался, но пьяным при этом не выглядел. Я приведу его рассказ к некоторой обработке и от первого лица. Некоторое время назад у моего товарища Кирилла случилась беда. Пропала жена. Должна была приехать к нему за город, где они арендовали небольшой домик на лето, но так и не добралась. У них к этому моменту обозначились проблемы в отношениях, поэтому они друг друга особо не названивали. Общались сухо, лишь по мере необходимости. Да и не обещала она приехать именно в пятницу вечером. 8 июля могла и на выходных. Но как случайно выяснилось, в субботу 9 примерно к середине дня выехала все же в пятницу после работы. Ей по какому-то поводу позвонила мать, а мобильник оказался недоступен. Мать заволновалась. Стала звонить зятью, а он и не в курсе. Не приезжала. Кирилл вообще тормоз, но в таких случаях соображает быстро. Полиция начинает искать взрослых только через 3 дня после заявления, а счет может идти на минуты. С момента исчезновения жены прошли почти сутки. В общем, выглядело все очень плохо. Поэтому Кирилл поднял на ноги, кого только смог. Ну и кто-то дал ему контакты неких особых частников, которые типа любого могут найти очень быстро. Только работают они не совсем официально и берут дорого. Кирилл, конечно, заплатил. Сколько и чего пришлось отдать, не рассказал. А я, понятное дело, с расспросами не лез. Но видно было, что действительно дорого очень. Однако оно того стоило. Жену нашли живой и невредимый. После очередной размолвки с мужем она затаила обиду. И вместо того, чтобы поехать к нему, рванула на корпоратив, потом к подруге. А мобильник у нее то ли разродился, то ли просто не брал там. В общем, все кончилось хорошо. Те частники доставили к мужу воскресенье 10 июля в целости и сохранности. Хэппи-энд. Но вот дальше странности начались. Стал Кирилл замечать, что жена какая-то не такая. Вроде бы тот же человек, тот же самый, кто же еще. А вот и не совсем. Четочку по-другому выглядит. Привычки изменились. Не так, чтобы принципиально, но вполне определенно. Ну и так далее. Словно бы не его жена тогда вернулась, а ее сестра-близняшка. Очень похожая, но все же не она. И словарный запас поменялся. И вкус, и характер. Интересы опять же иные. Нет, ничего совсем уж разительно отличного. Но все же не то. Не тот человек. Не прежний. Надо сказать, что товарища своего я знаю давно и хорошо. Другого я бы и слушать не стал. Думаю, он мне подобные страшилки излагать. Кириллу же верю. Поэтому приехал к нему сразу. Тем более давно не виделись. Все собственно из-за кота красавца. Кот стал на жену Кирилла кидаться. Причем та не удивилась. Просто потребовала, чтобы товарищ мой кота наконец отдал. Как давно ей и обещал. Чем Кирилла в очередной раз удивила. Не помнил он, чтобы кот женой цапался. И своего обещания отдать кота тоже. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. О тех частников детективов, что в 90-е угнанные машины возвращали, да? Ну идешь в такое агентство. Там все приметы пропавшей машины подробнейшим образом записывают. А затем привозят тебе такую же. Приметы совпадают до мелочей. И справка из ГИБДД, тогда ГИИ в комплекте. Но, конечно, это уже не твоя машина. Не пропавшая. Тот же угон просто получается по твой личный заказ. Плюс доводка, чтобы описание совпало поточнее. Быстро и верно, хотя и дорого. Но все равно дешевле, чем другую покупать. Многие соглашались. Угнанную это вернуть по-настоящему шансов никаких. Она уже давно по другими номерами ездит. Или на запчасти разобрана. Кирилл, насколько я понял, додумался до того же. Вот и грустил. Да что тут сделаешь? Ничего. Но вот что интересно. Кто дал ему контакты тех частников, что его жену отыскали, он вспомнить не мог. Не до того было. А выяснить не удалось. Однако, сами контакты у него сохранились. Поэтому, когда его совсем уж приперло, он позвонил в то агентство опять. А затем и приехал туда снова. Там химчистка оказалась. Сидят в этом помещении уже года четыре. А детективного агентства с таким или же похожим названием вообще не существует. Не значится оно нигде. Своего товарища я знаю давно и хорошо. Я прекрасно помню, как они с женой ссорились из-за кота, который супруга Кирилла так и не признал. Я нападал на неё при каждом удобном случае. Кирилл кота очень любил. Но, в конце концов, действительно пообещал жене его куда-нибудь пристроить. Хорошо помню здание, где химчистка. Не скажу за агентство, но химчистка там действительно уже не первый год. Кирилл никогда не выпивал. Всегда был упертым трезвенником. А тот вдруг присрослся к сухому красному чуть ли не по бутылке в день. Может, из-за стресса от непоняток женой. Это было бы самое естественное объяснение. Но очень уж хорошо, но в таких винах стал разбираться. Подобный опыт за пару месяцев не наберёшь. Свой двор, опять же, Кирилл не узнаёт. Говорит, не было там дерева у дороги. А дерево этому, или тридцать как минимум, всегда там росло. Но и жена Кирилла уверена, что в то воскресенье 10 июля сего года к мужу приехала сама. Никто её ниоткуда не забирал и никуда не отвозил. Хотя, действительно, с мобильником у неё в тот день были проблемы. Никто не мог дозвониться, вот все и перепугались. Но никаких странностей в жене своего товарища я не заметил. Какой была, такой и осталась вроде бы. Выглядит и говорит, как всегда. В общем, я думаю, то агентство действительно существует, но работает иначе. Не как те ребята, что возвращали угнанные машины. Тебя просто перемещают туда, где всё хорошо, всё обошлось. Где никакого несчастья не случилось. Вот тебе и кажется, что всё вокруг немного иное. Оно действительно иное, хотя и очень похожее. Меня только два момента напрягают, если в такое поверить. Во-первых, если тот мир, куда тебя перемещают, существует. Что происходит с тем тобой, который уже был в этом мире? Его тоже куда-то отправляют? Или он просто погибает? А если такой мир не существует? Если его специально делают под клиента? Кто же тогда мы все? Неужели всего лишь статисты с вымышленной памятью более или менее точно воссозданные по запросу Кирилла из-за нореальности? Того Кирилла, что не захотел жить во вселенной, в которой потерял самого дорогого ему человека? Того Кирилла